зритель а и ты здесь добро пожаловать мальчики и девочки добрый вечер очень рад вас видеть у нас сегодня plantation я думаю что очень многие знают этот бренд и сегодня мы поговорим про него пойдет интересно итак бренд plantation это у нас французский бренд давид или шансовский написано перу зачем ты обманываешь зрителя но это выпуск перу всему свое время всему свое время да значит бренд это французский он идет из коньячного дома maison ferrand так что многие может быть тоже натыкались на коньяки от них это именно как бы ну основное их направление да как коньячный дом но за ними стоит еще и ряд других что ты сказал их вместо их них зритель это событие как надо отметить мне кажется так ладно поехали дальше работаем ничего здесь не боись это специально же я же все рассчитал цены салфиран поехали давай оказывает да это конечный бон бонбон сломал сломан ты сломал это им ка будет не интересно будет сломана я поставь бутылку пожалуйста да ладно тебе все нормально я знаю в тех а то чуть не сгорела не сгорела я пролил на себя до напиток и это машину твою по чуть-чуть воруют все под контролем это благотворительность олег благотворительность все под контролем говорит окей еще раз мессон ferrand это конечный дом да это основное их не направление но за этим конечным домом стоит еще ряд других брендов и в том числе немало известный до plantation их вообще главное их второй раз ты аккуратно то что точно что-нибудь уронил основное их не направление что ты не ослаблялся в том что они до выдерживают рама в своих конечных бочках ну соответственно у них есть и такие возможности поэтому почему бы это не сделать и своей скажем так особенности они в общем-то является скажем так в большей степени независимым бутылировщиком но параллельно конечно они у них есть свое собственное производство на барбадос там они владельцы стали по-моему я как-то заикался уже когда мы делали обзор спешл про независимый бутылировщик там я по-моему учитывал что там за год был речь что-то по моему 17 или 18 год что-то такое было когда они приобрели вот так что сейчас они являются не только как бы независимыми бутылировщик ами в мире и рома но еще и как бы производства вот но основное до их направление все-таки они закупают спирты из разных стран и в том числе и из перу со всего света на самом деле у них весь карибский бассейн и южно-америка до беру есть фиджи есть много что есть есть из африки в частности из острова реунион выпусков очень-очень много они делают очень много самых различных купажей они выдерживают самых различных бочках в том числе и в бочках из-под виски всяких которые именно сингл молд выдерживались в общем всякое разное у них спектр действительно большой скажу немножко по поводу их них вот этих линий какие они есть то у них есть стандартные линия производства которые все время непрерывная это идет у там пятилетний ромс барбадос например сейчас у них появился выпуск с фиджи такие красивые бутылочки как бы да вот это тоже у них появилась с этого года вышел официально уже до этого были только у них винтажи каждый год винтажи сохранились но теперь это еще и как бы постоянный купаж происходит вот потом у них есть blend один кстати из этой стандартной линии пожалуй для меня он больше все симпатизирует его много раз пил это идет барбадос и белиз такого купаж как бы да темно-синяя такая этикеточка ну и он достаточно бюджетного что-то ну до 30 евро по моему точно да потом следующее у них линия идет это именно идут винтажи один из винтажей кстати я приносил опять же когда мы говорили по поводу независимых бутылочков был такой да ну винтажи это то что как бы но если совсем так скажем примитивно объяснять то это некий за скажем договор например мы заключаем там с фиджи с какой-то до производством и мы будем как бы на основании этого договора до из года в год мы будем делать как бы закупать у них стабильно уже сто процентов спирты до их не и бочки например да и будем у себя там до выдерживать своих бочках коньяка и будем делать от них как бы да вот будет выпуск фиджи до винтаж такой-то год и таких регионов у них достаточно много ну конечно это основное это барбадос да это идет я майка ну это вот два таких основных а до остальные уже так больше фигурирует фиджи тоже почти каждый год присутствует но тем не менее потом следующая линия у нас идет то что у нас сегодня есть это сингл каск сингл каск линия это надо понимать что это выпуске которые не винтажные то есть они следующем году они не повторятся может быть будет выпуск от перу да но он будет может быть от другой другая бочка будет до другая бочка во первых будет и во вторых она скорее всего может быть и от другого вообще производства поэтому но это будет если будет перу то это будет скорее всего вообще другой перу сингл каск это все-таки действительно акцент на то, что вот уникальность конкретной бочки. Номер 9. Да, и сегодня у нас, да, есть такая вот, кстати, да, каск. Там очень много всего интересного написано. Да, ты почитай, почитай, на самом деле. Ну да, здесь, ну, Перу 2010 сингл каск, да, где, значит, 10 ляду произведен и про выдержку написано, что один год вот как раз в этих конечных бочках ты выдерживаешься. А 7 лет в бочках из-под бургона. Да, да. Ну, бочка была номер 9, бутылка вот эта номер 572 и, значит, дистиллирован был в 2010 году и выдерживался до 2019 здесь написано. Пам-пам-пам Пам-пам-пам. Под стил колом стил перегонные кубы. Да, это бленд, значит, с различных перегонных кубов. Сырье миласа, ферментация 3-4 дня, количество эстеров есть, 79, это, ну, не очень много, но все, ну, приятно. И, значит, а, Volatile Compounds, ну, это, видимо, какие-то... Конженерс, да, типа, что они пишут? Что они пишут? Лишние всякие приколы, там, да, которые внутри есть. Ну, они, типа, да, вот, например, Habitation Weller, они, например, на своих бутылках пишут, типа, Конженерс, да, а эстеры, это является одной из составляющих частей, да. Ну, да, хорошо, я понял, окей. Поэтому они, типа, вот пишут, типа, общие, да, вот, как бы... 499, из них эстеры 79. Да, да, типа того. И Дозаж. Дозаж, ну, мы знаем. Это как раз-таки то, чем еще отличается Plantation. То, что ихний мастер-окупажа, Александр Габриэл, он, как бы, добавляет сахар. Он сладкоежка. Добавляет сахар в свои выпуски, но не во все. В какие-то купажи, да, например, он добавляет больше сахара, да, и на одной из своих этих самых выступлений он заявил такую цифру, что не больше 18 грамм на литр получается. Здесь 8. Здесь 8, да. Меньше среднего получается. Но, тем не менее, есть у него выпуски тоже, где сахар не добавляется, и продукт остается такой, какой он есть. И, ну, хорошо, что такой продукт есть, да, как бы, поэтому это, опять же, возвращаясь, как бы, ко всему спектру, что Plantation предлагают, то вот мы тоже, да, сидели, разговаривали, когда и бармен был парень, и этот самый. Тоже как раз заходил у нас там речь про Plantation. Ну да, он такой вот, очень такой хитрый бренд, у которого, как бы, такой очень... Ну, сложный он бренд, потому что есть... Есть хороший продукт, есть плохой продукт, да. Большой диапазон качества. Большой диапазон качества. Поэтому говорить, что там Plantation это то или то, сложно, потому что есть такой. Plantation есть такой. Plantation, они очень разные. Да. Значит, продолжая последнюю мысль по касательству, то, что это у нас сингл каск, значит, да, и есть еще топовая линия, это у них типа Plantation Extreme. Очень экстрим. Да, они очень лимитированы, они выпускаются действительно раз в год, и последние прошлые года они выпускали по несколько всего выпусков за год. Он называется экстрим, потому что бутылку бросают с парашютом, как самолетом. Вот как ты почти. Ну я-то поймал. Да, но это поэтому она и не вошла в эту линию. Но... А сейчас в этом году они вот-вот буквально произошел анонс, как бы, ну, когда... Видео примерно уже два месяца пройдет, как бы. Если прошлые года это было примерно по два выпуска за год, то сейчас они выпустили восемь. Да. Но стоимость этих бутылок, как бы, очень-очень уже такая высокая, скажем так. Если сингл каск, они там, на самом деле, очень тоже вариации есть. Есть бутылки, которые там стоят больше сотни, сто, сто пятьдесят, да. Есть такие более бюджетные. Вот этот у нас более бюджетный, он стоит 54 евро, его средняя стоимость. 54, да, в Европе. Ну, у нас он достался немножко подешевле, так что... Ну, вы поняли. Ну и вот у нас есть все-таки тоже здесь на столе один выпуск из Plantation Extreme, в данном случае, да. Ну да, который вот прыгал с парашютом. Да. Это прошлое, это номер три, сейчас вышел в этом году, вот буквально только что, номер четыре, Extreme, да. Очень красивая бутылка, коробка, ну и бутылка, и коробка. Да, дизайн очень-очень-очень такой яркий, но бутылки, они стоят достаточно много. Ну сколько стоит бутылка вот эта? Вот это 54, а вот эта 250 примерно. Ну, разница... Ну, они все идут уже в эти выпуски, они все очень-очень дорогостоящие. И там, ну, не знаю, ну, а 250, да. Массивная такая, красивая, да. И здесь, в данном случае, да, опять же, 21 год, здесь уже выдержка, да. И что здесь примечательно, эти Extreme, они не опускаются водой, их не разбавляют. Cask Strength. Да, они оставляют все-таки бочковую крепкость. Ну, может быть, может быть, в некоторой степени минимально чуть-чуть разбавляют, да, но это совсем минимально, и тем не менее, они все равно оставляют за собой вот это называние, да, типа как бочковая крепкость. Вот. Это второй. И третий, да, фактор, это то, что здесь доза H 0. Доза H. В этих выпусках они никогда не добавляют, сахар никак не подслащают. А, ну, отлично. Спасибо, что подарил ее мне. Я очень ценю такие подарки. Так что я здесь это самое и тогда пойдем. На видео осталось, что ты мне подарил, я-то не оспорил, поэтому... Так что, да. Все. Давай. Так, вернемся к нашему выпуску, который не экстрим, но синглкаск. Да, у них здесь написано на обратной стороне дистиллерез унидас. Да. На самом деле... Унидас? Что? Я не знаю, где ставится ударение. Унидас или Унидас? Я не знаю. Унидас. Но многие могут путать на самом деле, потому что... Унидас путать это по хайде с раковины, когда перепутывал. Очень-очень похожее название есть еще у производителя дипломатика. У них тоже они называются дистиллерез унидас. Да, но это обозначает просто то, что это производство, в котором, как бы, они состоят из различных брендов, как бы, в нее ходят. Поэтому, как бы... Ну, потом смываются, как бы, в одной... И этот, это совершенно другое место, где здесь не производится. Дипломатика, это другое производство. И на этом производстве делают такой бренд, как Картас. Нет, Картас. Унитаз, Картас, это... Братя, два брата, Картавино. Картавино, по-моему, такой назывался, да, бренд. Перуанский ром, как бы. Вот, ну, как бы так. Ну, и вот, соответственно, вот этот выпуск именно оттуда. Так что, пробуем, смотрим. Ну, запах, он не очень сильно насыщенный, сразу, мне вот кажется. я бы, такой жаленький. В нем точно не чувствуется, что он, знаешь, миласа, сладость, вот это вот часто. Больше травянистый здесь. Да, он посвежее. Здесь, кстати, присутствуют вот характерность, то, что мы рассматривали миллинарию, например. Мне вот кажется. Ну, смотрим. Ну, так. Но, не такой сладкий на аромат вообще. Ну, я чуть-чуть есть, да, сладость, но она здесь нету такого прям, что прям вот бомба, вот он, сладкий ром. Это уже плюс. Хорошее начало. Ароматика интересная на самом деле. Вот, кстати, для тех, кому, кто может быть пробовал миллионарию, вот что-то здесь есть схожее на самом деле. И это прекрасный эксемпляр, где можно попробовать, да, с меньшим, намного, добавлением количества сахара, чтобы больше, я думаю, попробовать что-то в этом стиле. Более сбалансированное, да. Тут другие нотки хорошо проявляются, такие свеженькие, зелененькие. Мне нравится, что вот я его на запах, когда, значит, это, оценивал, мне показалось, он такой какой-то, знаешь, как жирненький, какой-то крем, что-нибудь связанное с тортом. Такое вот, мне показалось. Такое, какой-то скользкий, что ли. Но это все хорошо, это все плюсы. Он, слушай, он действительно здесь отдает выпечку и какой-то, какая-то выпечка есть. Мне он больше такой, жирненький, кремастенький. А мне вот какой-то кекс как будто отдает. Кекс сухой, а этот, мне кажется, такой... Нет, на аромат именно. А, ну... Кекс, ну здесь, да, присутствует травянистость, но она отличается от того, что мы можем встретить, например, в ромах, которые идут из острова Мартиник. Там она совсем другая. Там же Агриколы, да-да-да. Здесь нет такого. Здесь она другая, но есть свой характер, это очень большой плюс. Это вот то, что вылезало из Миллионарио, но он такой очень-очень так сильно... Он был заглушен. Затушен, да. Да, да. Действительно, очень сильно. А здесь нетипичное для Миласы, мне кажется, благоухание. Благоухание. Что-то такое здесь, есть природное, живое, но вот эта текстура вот прямо на нос у меня ощущается. Не могу ее даже потерять, она вот прямо есть теперь, вот такой крем. Знаешь, как, не знаю, заварной называется, если честно, не очень хорошо в кремах разбираюсь, но мне кажется, что такое вот жирное, крем, торт. но во второй половине как бы на вкусу, но во второй половине он какой-то достаточно как бы может даже сухим немножко показаться. Сколько здесь градусов было? Мы не сказали. 46, по-моему. 43,6, 43,6. Не, ну, можно было бы побольше. Что для Plantation сейчас действительно плюс, то, что они все-таки стали писать, они раньше не писали, сколько они добавляют сахар, но под общим давлением и других производителей они все-таки начали это писать. Я думаю, правильно, потому что, да, и с одной стороны ты просто более честно все это получается, а с другой стороны просто если не стали бы писать, я думаю, что аудитория бы еще больше начала бы, что называется, просто гнать на них. Поэтому, да. Так что, аудитория, у вас их сила на самом деле, и вы себя недооцениваете. У народа есть власть. Да. Вот это все переплетение, это еще одна характерная черта для Plantation. То же самое было из того же самого материала. Если честно, я небольшой фанат вот сейчас вот этого всего, потому что я как-то рассмотрел и сначала думал, что это может быть какое-то типа бумажное, но оно, по-моему, вот именно пластиковое какое-то уже, нет? Нет. Что это еще? Нет, я думаю, что это натуральное переплетение. Натуральное? вот эта тема? Или нет? Слушай, я вот сейчас остался сомневаться. Я думал все время, что она какая-то знаешь, типа, ну, наш карибская тема какая-то, знаешь, типа такого. Ну, волокна такие, видишь, как бы, смотри, как там, виши рвется. Ну, не знаю. Пластик тоже может быть. Ну, если честно, он напоминает вот снизу, посмотри, где узел. Ну, не знаю. В общем, как-то я... Может, она и натуральная, может, обработанная какая-то, чтобы она там не гнилая, да, не рвалась. Нет, я не знаю, трудно сказать на самом деле. Но у нее цвет неоднотонный. Она блестит подозрительно. Он меняется, где-то темнее, где-то светлее. Так что... Ну, в общем, не знаю, я думаю, что... Если бы я был производителем, я бы тоже, наверное, выбрал пасеку, и думал, что пасеку, наверное, дешевле? Просто да. Ну, это значит, да. Но эти переплетения, это отсылка, на самом деле, на более старые... Карибскую какую-то вот... Раньше такая... Да, раньше была такая мода, и... Рома именно вот так вот их делали. Просто они были еще более длинные, их можно было хватать за эти. Коробки-то никто их не делал, такие красивые, тем более такие. Поэтому... Ну, и бутылки, поскольку у них не было никакого тоже коробки, чтобы они друг об друга так сильно не бились. Здесь она такая очень... Она не несет какой-то дополнительный эффект, чтобы не разбиваться. По аналогии, это как пластиковые сейчас одевают в магазине, в супермаркете, на бутылке. Пластиковые белые такие решетки. Ну, типа того, типа того. То есть раньше она еще имела эффект такой, да, что бутылки между собой не разбивались, но она была более плотная. Здесь она просто имитация, и как бы, да, такая, как бы, с отсылочкой. Но это еще одна фишка. Но, к сожалению, не все бутылки у них такие. Особенно вы можете встретить те, которые у них идут на постоянном производстве. То, с чего я начал говорить, когда я рассказывал про их, не все эти линии. там примерно 50-50. Какие-то бутылки они выпускаются с этим плетением, какие-то без. Сам, кстати, вот мастер-блендер, купажист, этот Александр Габриэл, ну, он такой достаточно публичная личность, он много где выступает, и по разным фронтам, он в том числе, и он не только, как бы, и plantation занимается, он этим коньячным домом занимается, он участвует в этих купажах, и он, как бы, сам решает, что и как. Так что он, с одной стороны, вроде бы, человек, действительно, с большим опытом, но, как я его характеризую, то он такой, в моем понимании, что это такое, знаешь, если представить, типа, ребенка, который вот ему дали, не знаю, пакет с игрушками, и отправили в песочницу. Вот у тебя песочница, твой квадрат, ты там строишь, а вот он из тех, который берет эти игрушки, знаешь, что-то там, тут-тут, да, хоп-да, вывалился, знаешь, типа, из песочницы, и там начинают уже с черноземом играть, типа, и так говорят, ты в своем квадрате Да, 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 его обратно, знаешь, слушай, типа, это самое, знаешь, там. Ну что, возвращаемся. Рассказал про песочницу, рассказал чуть про человека характеризовал. Александр Габриэль, Александре Габриэль, как-то, ну, француз. Габриэль, фамилия? Да. Гейбрил. Ну, а как ты зрителя характеризуешь, что у тебя характеризуешь людей сегодня? Ну, пусть приходит. Пусть приходит, проведем анализ. по одному, по одному. Да там только один зритель. Так. Ну, так что так. Ну, да, сахар он добавляет, он использует различные бочки, бочки даже не только и дубовые, орех, честно, да? Ореховый дерево. Потом еще вишневые бочки он даже использует в выдержках. Так что... Металлические. Различные, да, но на фоне тоже вот этой всей, скажем так, ну, широты. Широты и амплитуды и еще какой-то синоним. Диапазон? Да, диапазон, диапазон. На фоне всего этого диапазона, конечно, ты можешь тоже и время от времени спекулировать чем-то. То есть ты себе как бы с одной стороны развязываешь руки и как бы иногда бывают, да, он косячит, косячит нормально и потому... Но, с другой стороны, нельзя экспериментировать не косячат, да, потом он экспериментации. Да, да, поэтому, да, возвращаясь к тому, чего я сказал, что Plantation это такой он очень... бренд такой неоднозначный. Здесь есть, действительно, можно найти очень хорошие выпуски, есть выпуски, которые, ну, ridiculous. Действительно, поэтому, ну... Да, не, пусть. Я всегда за то, чтобы пробовать новое, пушить, толкать границы, находить вот эту песочницу и иногда вылазить. Пускай, пусть будет. Да. Окей, ну, а что мы, собственно, помимо торта и всего прочего? Надо к оценке подходить потихонечку. Ну, давай еще разок пройдемся. Ну, давай пройдемся. ароматика у него достаточно специфическая, но она насыщенная. То, что ты сказал, что он такой, не очень, не знаю, в моем понимании, он очень даже вполне насыщенный. Ну, вкус, наверное, больше, чем запах. у него вот есть вот эта травянистость и такая. Здесь нету то, что у агриколов у них больше такая вот как минеральность присутствует. Здесь вот этого нету, она больше здесь такая вот в сторону сладкого опять выходит. Но свой характер есть, действительно, это прикольно. Не, однозначно и есть. Однозначно и есть. Ну, сушеные фрукты здесь зеленых таких свежих фруктов здесь нет. Сушеные фрукты какие-то явно точно преобладают, но такое прям, что вот кидается в глаза, что-то такое я прямо сейчас не идентифицирую. Но это не минус, это не минус. Здесь что-то такое темное, темное, типа, знаешь, такое как чоколит спанчкейк. Нет? Ну, вот не знаю, вот он мне, какой-то вот выпечкой, что-то в сторону вот кекса такой на аромат. Да, десертная такая выпечка, может быть, булочка какая-нибудь, но опять же... Чуть-чуть вязкость такая. Вяжет чуть-чуть. Сменяется сухость, сухофрукты. Но сухость, она здесь все-таки больше преобладает. сухофрукты, они остаются на втором плане такие. Все это постепенно утихает. Хорошо, достаточно, неплохо сбалансирован, но... Он не то, чтобы вау, но он опять же, да, наверное, относительно своей вот этой цены... больше, может быть, и нет, но, наверное, на свои вот эти 50 евро он так и, наверное, и тянет. Ром неплохой, у него есть свой характер, это уже большой плюс. Но я бы его не отнес точно к сладким каким-то, да? Не, 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 не. Ну, есть сладость, но она в меру. она в меру, она в меру, она достаточно, поэтому так. И поэтому все так произошло. Оценка. Оценка. Ну, что мне понравилось? Мне понравилось, ну, ладно, сахар есть, но его реально очень мало, он никуда не выбивается, ничего не захламляет, эфир, так сказать, вот эта сладость, поэтому практически нету. Окей, это хорошо, это плюс. Нетипичная для миласы вот эта свежесть, такая сочность, такая даже какая-то, не знаю, ну, очень даже освежающая такая, это круто. Вот это мне понравилось, это выделяется прямо, это тоже, наверное, большой плюс. В пани текстуры мне показалось, что, как я уже сказал, такой кремовый, в пани, такой жирненький, густой, у меня вот ассоциация идет с каким-то тортом, может быть, или какой-то вот начинкой для выпечки, это классно тоже. Вот, из минусов, да и, нет, даже минусов никаких не могу найти, единственное, что, может быть, я бы, наверное, хотел бы, чтобы он был еще понасыщеннее, запах, немножко аромат, немножко пресноват для меня, но, опять же, вкус полностью более чем компенсирует, поэтому это тоже, наверное, не особо минус. В целом, вот интересно так попробовать, такой вот ром, мне кажется, что достойно, поэтому, в плане оценки. Ох, как я это всегда это у меня все же наполчил. Ты уже знаешь, да? Ну, я, наверное, наверное, я выдам что-нибудь, типа, я еще стройлил, сейчас стройлил. Ладно, оставим это за кадром. Это уже было в кадре. Ах, цифры, цифры. Семь, первая цифра семь. Так. Наверное, не, ну, такой, не могу я много, не могу, все-таки, как бы, нету такого, чтобы прям, ух, что-то такое дополнительное, экстраординарное, немножко, экстра-майл какой-то. Семьдесят один. Семьдесят один. Наверное, не смогу я все-таки больше, помня свои предыдущие оценки. Семьдесят один. Я, наверное, наверное, дам ему семьдесят семь. У, я думал семьдесят восемь. Я уже загадался. Я, да, я болтался где-то вот семьдесят семь, семьдесят восемь. Но, на самом деле, можно и ту, и другое. Он, действительно, неплох. Ну, я останусь на семьдесят семь. По-опасному, близок вот к этой границе в восемьдесят. Мне кажется, что вот восемьдесят у меня вот сложилось после всех эпизодов, что мы сняли, это такая граница прямо, знаешь, психологическая. Ну, восемьдесят, это уже прямо, это уже... Вот у нас в основном все от шестидесяти до восьмидесяти, вот это вот рейндж тридцать, пятьдесят евро, знаешь, это так туда-сюда, туда-сюда, а восемьдесят это вот прямо, вот здесь уже как бы четко идет сильное, такое, уверенное себе качество. А вот от семьдесят восемь, это значит... Ну ладно, тридцать пятьдесят. Слушай, вспомни, вот Короне сколько мы давали тем Барлсом, который мы получили? Восемьдесят четыре, восемьдесят четыре, семьдесят восемь, всего шесть очков разделяют по Тонтейсм Перу от Короне. Не, я больше давал, я, по-моему, восемьдесят шесть давал. А, да? Ну, хорошо, восемьдесят шесть. Восемь, восемь очков, восемь, мы уже говорили, помнишь, когда был выпуск про оценки? Я сказал, что каждая следующая оценка, то есть, чем выше оценка, каждый пункт, он более оценен, он более такой, кропотливо к нему подхожу. Да, 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 да. То есть, допустим, путь от семидесяти восьми до семидесяти девяти это не тот путь, который от шестидесяти двух до шестидесяти трех. Да. Это разные величины. Поэтому он такой, ну да, у нас, конечно, шкала у нас вообще такая необычная. Но я с тобой согласен, у меня так же, у меня так же, наверное. Поэтому мне вот сложно, знаешь, так. Кое-что я хочу вам еще напоследок. Такую, вишенку. Вишню? Вишенку, да. Вишня. В этом году, это был, по-моему, июнь или июль, сейчас точно не помню. Это что за история такая? Летом, совсем недавно, Plantation объявил, что они будут менять свое название. А! Вот это да. Эксклюзивный. Все из-за чего? Все из-за того, что происходит сейчас в Штатах. Plantation, я, кстати, все время у Plantation несет себе плохие ассоциации из-за этого с Plantation, это рабство. это отсылка типа на рабство. И на что они будут принять? На что они не сказали, они просто выступили, ну, официально, да, было выступление, что типа, да, что мы, в общем, рассматриваем вариант, смены, типа, это самое название, то есть, да, ребрендинг сделать и так далее, и вот. вот этот миф, который мы живем. Слушай, если они это сделают, если они это сделают, тогда, как называлось, колонист. Колонист тоже должен менять название? Колонист есть еще, это самое. Plantation, колонист. Да много есть, есть всякие, негриты и так далее. Очень много есть всяких. Нифига. Есть еще выпускает, да, есть такой. но он старый бренд, на самом деле, он еще там 60-х, 50-х, по-моему, идет даже. Вот. Но он до сих пор есть еще, кстати. Он еще до сих пор есть. Но он такой шурпачный ром совсем. Ну, ром, да. Типа, но был еще какой-то был ром, который он идет, его производит датская компания, вот эти Spirits, которые SBS, помнишь, и притаскивал? Вот. У них еще есть бренд, блин, как же он сейчас там назывался, но... Серый такая коробка была, серый, да? Да, да, это, да, это отдельные выпуски, это типа, как, типа, да, лимитированный все такое, я не про это, там отдельный бренд был, именно, и он назывался, вот не помню, как он назывался, испанское название было, но перевод означает раб. Раб. Раб, да, и там вот прям действительно, да, очень жестко пошла эта вся тема. Как бы, это все за один раз вся эта тема пошла, знаешь, типа, начали там с одного бренда, второго, и теперь давай начали по всем брендам пройдемся, да, там, plantation и так далее, да, и вот эти там. Из-за какого-то дебильного мусора в штатах производитель рома меняет свой бренд. Да, да, но я это вижу так, что, ну, не факт, что они вообще поменяют, plantation. Я думаю, ну, а что не анонс-то сделали? Сделать анонс и не поменять, это косяк, надо было тогда думать, прежде чем говорить. Я думаю, что обратку тоже можно всегда включить. Обратку? В нашем современном мире и обратка это, знаешь, это обычное дело. Но, если они действительно сменят, я это вижу так, понимаешь, это огромный бренд, за которым стоит действительно много производств, да, не только они конячный дом, у них есть ром, да, например, вот ром, кстати, бренд конячо, у тебя тоже был как-то. Конячо? Да, они тоже из этого уже конячного дома, тоже местом Ферран. У них есть свой джин, да, как я и сказал, у них есть свои вот эти самые сиропы для баров. Суть в том, что это огромный потенциал, у них очень большие как бы деньги, да, там крутятся, и просто представь, что поменяется название, они поменяют дизайн, уберут плетение, например, поменяют коробки, там, не знаю, сделают другое название, другой дизайн. И на рынок просто разом хлынет огромный какой-то бренд, у которого есть просто огромный всякий, они купажи делают, да, там, бля, фиджи какие-то, еще там, реунион, там еще, бочки какие-то, знаешь, там, не знаю, скиллхомен, например, выдерживают, есть такой, кстати, да, выпуск, но я говорил уже, что они в синглмолтах выдерживают, да, например, какие-то, или там, честервуд какой-нибудь, и все, и народ, они же, ну, люди, которые не знают, они будут воспринимать, вау, это новый бренд какой-то, смотри, сколько, это для них уникальная возможность, вот смотри, что мы с тобой сказали сегодня ранее, что Plantation непонятный бренд, у которого есть такое качество, такое качество, огромный диапазон разного, то есть сказать, что Plantation там такого-то качества нельзя, потому что слишком широкая линейка, и они действительно все очень разные, для них это возможность, поделить Plantation, сделать не новым брендом, а разделить его, как бы под ребрендингом, также сделать классификацию, сделать один бренд для премиальных, для того, что у них классное, и крутое, и более дорогое, и сделать отдельный бренд, который, ну, немножко другой. Ну, там можно все, что угодно сделать, не, ну, они то, что премиальные, вот у них линия, Extreme, пожалуйста. Да, но они могут ее назвать по-другому, ну, чтобы различать этот Plantation от этого Plantation. может быть, может быть, вот, но в любом случае, я думаю, что, я думаю, что они, даже если поменяют, они не выйдут в проигрыше от этой всей ситуации. Да нет, конечно, ну, потому что народ, который, да, они не знают, ну, они заходят в супермаркет, они видят, вау, что новый бренд, такого вчера не было, я не видел такой, кто новый, Ром, денег много, да, у них, они могут позволить красивый дизайн, еще что-то разработать, да, классные пробки, еще там всякие, да, логотипы, и все, вау, он будет прям выделяться, надо брать, пробовать, новый бренд. да, наверное, какой-то новый, вот так воздух будет для этого, прям, ну, что там, все, мальчики, девочки, закругляемся, да, закругление, оценочка, сколько ты дал, 71 я решил дать. 71, я дал 77, вот так вот. Ром хороший, я его советую, даже за эти деньги, то, что я сказал, средняя цена 54, вполне себе достойно, больше, уже сомнительно, но за эти деньги, у него есть свой характер, он не из сладких, для тех, кто прям вот, псих на сладкие, как бы, но, он может показаться немножко сухой, во второй части, как я и сказал, вкусы, да, он немножко такой суховат, может показаться, но за то, что у него есть свой характер, за это я сразу большой плюс даю. Его можно, да, действительно, как бы, идентифицировать, при желании, а идентификейшн. Да, дать вот щасай. Щасай, да. Anyway. Да, спасибо, что смотрели нас там, ну, подписаться, прокомментировать, пожалуйста, всегда рады почитать, и Ром Клаб, было интересно, пейте лучше. они есть еще у нас. Все, пока. у тебя столик, блядь, знаешь, какой у него уже, у него выдержка, блядь. Да. Это ок, который выдержан, броня, блядь. Ром Каск, блядь. Ром Каск. Ок, мачурт, и ром Каск. Когда мы... Уиски, коньяк, все здесь. Там же этот есть интересный... Гриммарк, гриммарк. Здесь все, да, ты даже не хочешь знать, что здесь есть? Лицо Давида, блядь, пахнет. Прайслес. Ладно, не буду рассказывать эти истории. Ну, может быть, кто-то, 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 кто-то смотрит, тоже знает эту историю. может быть. Может быть. Да не было никаких историй, ладно, что я... выгодки губости.